Привет, мои хорошие. Я в попыхах, прошла пешком, сейчас просто гуляю с малым, дошла до этого парка своего любимого. В общем, сегодня будет влог. Влог скажу красненько о чем будет, что я планирую, но все может переиграться. Будет у нас сегодня встреча с девчонками, с Кристинкой и с Полиной. Мы собираемся по вашим запросам многочисленным снять челленджи с едой разные на наши каналы. Плюс я буду параллельно влог в спад, потому что я думаю, что помимо челленджа будет много чего интересного происходить. Ну, посмотрим. Также думаю зайти в какой-то фикс прайс, не в мой, а в какой-то другой, да? Потому что девочка одна сказала, что там есть какие-то классные топики. Я вот хочу их приобрести. Посмотрим. Вот. Сейчас мы ждем маму, гуляем, и я отправляюсь за продуктами, потом к Кристинке. И, в общем, походу беру вас с собой, потому что еще может что-то случиться. Оставайтесь. В общем, я, как всегда, все малого маме отдала. Просто бегу, опаздываю. Мы собирались на полвторого. Ну, в общем, к двум еду. Сейчас быстро заскочить надо в магазин, взять всяких ужасных штук для челленджа, чтобы было смешно. Главное не блевануть. И все, мчу-мчу просто. Я забегаю в магазин. Так неудобно, я так не люблю опаздывать. Ну, хорошо это не встреча блогеров, а не что-то суперсерьезное. Хотя нет, это тоже серьезно. Вообще, в общем, вы меня поняли. Я серьезно отношусь. И думаю, что все опознают. Кроме Кристины. Короче, я набрала какое-то жесть. Вот сколько? Паштет. Селедка. Карточка. Ред Булл. Всякие сладюхи. Китл. Трафаэлла. Короче, если это перемешать, это будет полная жесть. Я не знаю, что сделали девочки. Ну, в общем, предварительно. Галина Бланка. Кофе. Сырок Дружба. Но это, чтобы не поссорились. Крошки мои, я приехала. Кристина влог снимает первый раз. Посмотрите. А, давай. И Полина у нас. Уже ждут меня девчули. Мы ждем тебя. Не ждете меня? А что такое красиво? Вот, кстати, мы вот этот вот костюмчик покупали тоже в гипюр. Посмотрите, какой красивый цвет. Ну, вы прям в спортивном двоем. Да, и вот и я в гипюре. Я еще думала, платье. А я не в гипюре. А в гипюре зато ты у нас секси просто. Секси леди. Так, все. Давайте достаю все приколюхи, которые я подготовила для вас. Интересных реакций. У нас произошло ЧП. ЧП произошло. Мы, как всегда, да, забыли. Забыли основу для пиццы, для гамбургеров. Так что сейчас мы берем Кристинку, прыгаем в машину и мчим за основами. Зато много чего другого взять, ненужного для челленджа. Я особенно. Мы просто выложили уже кучу всего. Вот это вот сейчас разбираемся, как мы все это будем делать. Я взяла сало, потому что я очень захотела сала. Прямо говорю, Кристинка, дай хлеба. Она мне говорит, да булки же будут. Я говорю, да булки же будут в челлендже. Да, Клеб, да еще и найти надо, я не знала. Ну или дальше шоколадкой закусить. А, вот же туда. Ладно, все, мы готовимся. Ой, мама, мама тут пишет, звонит. Все, мы готовимся, значит, к челленджу. Встретимся уже после. Сим, если мы выживем. Если мы выживем, да. Кристинка, главная интересная такая. Говорит, зачем ты принесла селедку? Она же все испортит, весь смузи. Она надеется вкусно поесть и попить. А ты в казанглоге живешь? Я вообще не боюсь. Все, блин, заставляют все это. Диета. Нет, смотришь на тебя, есть хочется. Не смотрите на меня. Нет, точнее, вырабатывайте чувства. Нет, хорошо, что я в основном заеду и смотрю видео, потому что всех так ужин, я иначе не ходит. В общем, мы сняли уже два челленджа. Мы сняли смузи, мы сняли бургер. Тут вообще жесть просто происходит. Не буду все раскрывать секреты. Сейчас мы поедаем немного сала. Кристина готовится к пицце-челленджу. Просто жесть вообще. Я не знаю, что у нас уже на Кресте не ждет, но уже и тошнит, и жрать хочется все вместе, короче. Но нужно есть эту гадость. То, что получается, мы, короче, себя не жалеем. Вот. Так что такие дела. А сейчас сальце. Ап! Ап! Ладно. Давай, я сейчас салю. Ладно, давай отбираем. Мусор. Уважаем город был, ты же ненабежный кольцо. Мусор. Это помыть, это не надо помыть все. Это ты сбой. Сейчас пока снимали челлендж для Кристины, все пошло не по плану. Видимо, мы уже переели просто смузи. И Полинка немного опешила. Полина, скажи, пожалуйста, свои эмоции. Вот они были очень искренние, настоящие. Как тебе импровизация на Кристином канале? Я мне все равно. У меня было все, у меня было все под честным. По жребию. У тебя было все четко на канале. Под честным. Все по правилам. Ну как должно быть, по жребию. Ой, все должно быть. А у Кристины все пошло не по плану. А они все сделали, как хотели. Мама сказала. Готовы? Мама сказала, что она не хочет. Ой, а почему? Мы закончили наши челленджи. Вот это уже. И Кристинка с мамой решили побаловать нас. С Полиной вот капусточкой тушеной. Обожаю вот сметанку Полиночка мне накладывать. Спасибо, хватит, хватит. Вот. Так что. Привет, друзья. Привет, спасибо. Блин, Полина уехала. Я даже не успела с ней попрощаться. Полина, хотя бы во влоге я с тобой прощаюсь. Влог снимаю. Вот вложница еще та, блин. Забыла. С Кристюлей собираемся. Она на свидание собирается, моя красотка. Так я не поездила на ее супер-мега-тренажере. Она похожа на цветовую гамму. Кстати, у нас лайфхак крутой в Инстаграме был. В Инстаграм оставлю, подписывайтесь. Кристинка придумала такое вообще. Всем девушкам. Лайфхак для девушек. В Инстаграм мы выложили. Откуда же у вас там? Короче, все, все свои пожитки. Нажитые непожитым, непосильным трудом. Мы сейчас соберем все. И все. Надо в Ашан малому купить памперсы, трусики. И все. И, короче, бежать. Бежать. По коням. Такая вообще, я какая-то вся взъерошенная. Для меня очки вот так на обекрении. Я такая, по коням. Сумасшедший дом. Посмотрите, какой цвет у меня глаза на этом фоне. Офигеть. И губы. Да и я красотка. По коням. По коням. Глядь, у меня глаза такие красивые, Крис. Калитку закроешь? Я такая красивая. А ну-ка глянь. Да, мам, калитку закрою. Может, ты сейчас тоже понважешься. Вау. Звездочки. Посмотри эти. Звездочки. Как ари, это ж все натурпродукт. Глаза зеленые. Все, побежали. Все, побежали. По коням. Просто сегодня столько видосов сняла с этим макияжем. Э, Свет. Свет. И, блин, вот, казалось бы, да, дневной макияж ничего лишнего. Так клево все получается. Надо маме сказать, что я пришла. Ну, что, вы что, спите? Это значит, что всю ночь мне не спать. А что, а во сколько он спал? Он второй раз спит или нет? Все, с мамой попрощались. Денька спит. Я поставила варительную картошечку с морковочкой, перемешаю сегодня. Вот, хотела вам сказать. Кстати, за некоторые продукты у меня появилась вот такая вот омолаживающая, омолаживающая спрей. И называется Anti-Age Care Spray. Он, в общем, очень классный. Он распыляется. И он действует, в общем, усиливает эффект вашего любого, например, какого-то крема, да, который омолаживает или еще что-то делает. Ну, я его наношу, бывает, как на крем. Допустим, на ночь я нанесла какой-то под глазки, под все, да, и сделала спреем сверху. Вот так вот. Здесь микрораспыление. Я распыляю прям как на лицо, так и вот на вот эту область декольте. Здесь гиарлоновая кислота, янтарная кислота. Я ссылку оставлю внизу. Зайдете, посмотрите, там еще есть всякие такие... Ну, просто спрей выбрала, он, ну, интересный, мне показался такой вот. И я люблю вообще такие гиарлоновые спреи всякие. Гиарлоновая кислота, вот, она восстанавливает клетки кожи, оказывает противовоспалительное действие, удерживает естественную влагу в коже. Вот это очень важно, да, у меня кожа обезжизненная уже, и влага нужна. Янтарная кислота, она обладает антиоксидантным и метаболическим действием, наполняет клетки кожи энергией, способствует оптимизации восстановленных процессов. Вот. На этом сайте есть еще несколько продуктов очень интересных. В общем, зайдете, посмотрите. Вот такая вот у меня гиалуроночка теперь есть. И еще хотела сказать по поводу, может быть, вы видели, у меня легкий оттенок загара появляется. Я прям реально, мне кажется, нашла крутую штуку. Я пользуюсь вот чем, вот, Clarence. Я показывала вам в покупках подарков об этом, и я уже попробовала. И я рекомендую это с чем смешивать. Значит, для лица вот такая штука. Я купила ее в Faberlic. Это очень-очень увлажняющая такая вот, такой крем увлажняющий. Прям он идет там супер увлажнение. Но чем нравится, что вот этот вот концентрат автозагара, его нужно наносить на крема, который не оставляет следов. Вначале я попробовала сделать это все с маслом. У меня ничего не растеклось, все нормально получилось, просто масло все равно долго остывает. И это не совсем удобно. С кремами удобнее. Я нашла супер крем для тела, который мне давно-давно дарили. С Евроше еще. Вот такой вот крем. Он очень быстро впитывается. И для автозагаров вообще замечательно. То есть я наношу на руку, капнула там от 3 до 4 до 5 капель, смотря куда и смотря какой эффект я хочу. Все размазала, вот так и нанесла. И вот что самое классное, никаких разводов, даже то, что это не видно. Я вот люблю, когда видно. Когда наносишь и темное, а потом это пелену темную снимаешь. Но здесь не видно, но ведь тем не менее нет каких-то разводов. Загар появляется такой золотистый, знаете. Ну мне кайф, например, на себя смотреть. И вот для лица вот эта сыворотка вот клеточная. Я в нее на ночь делаю. Тоже туда несколько капель и по лицу вот так размазываю. Все очень классно, и лицо равномерненькое, ровное. Ну главное еще хорошо размазать. Короче, вот эта штучка для меня находка. Но вообще я собираюсь попробовать еще один автозагар, который опять же, ну я еще не пробовала, но он вот с эффектом, как я люблю. Его наносишь и видишь, он темный должен быть. В общем попробую, расскажу. Ну пока, Кларенс. О, в общем все, малыш спит. Сейчас я разберу все вещи, жду Кристинку со свидания, что расскажет, поделимся. Знаете, чем я занимаюсь тут, пока малыш спит? Покушала рыбку с салатиком. И я выкладываю видосы в инстаграм сейчас. Танцую, короче, в машине просто, я не могу. Прет меня. Там уже все в курсе, что было, что будет. Инстаграм на самом деле такая классная штука. Я раньше им, кстати, не так пользовалась. Но сейчас столько и полезного всего там есть. Также можно там купить, продать что-то. Я даже в интернет не лезу. Ну не продать, купить в плане. Даже в интернет по магазинам вот так вот не лезу. Бывает, просто в инстаграм хэштег набираю, какой мне нужен. И кучу магазинов всяких интересных. И фото, цены. Все очень удобно вот так. Ну и вообще мотивашка очень хорошая для... Если там кто-нибудь худеет или правильно питается. Полно людей, которые то же самое делают. И смотришь на красивые стройные тела, на красивых девушек. И сам становишься красивой. Загружается видос, короче, у меня здесь в машине. Польшу. Кристинка пришла со свидания сейчас. Мы будем у нее выпыдывать все. Как же она брала время. Ну давай, Кристинка, рассказывай. Ну, значит, это была я в Осаке. Так, ну ты не все подробности прям расскажешь. А вдруг этот парень будет смотреть тебя. Накормил меня роллами. Только хорошая, рассказывай. Парень хороший, положительный. Сколько из десяти ему баллов? Нет, ну я не буду судить. Просто побольше бы таких хороших мальчиков, занимающихся спортом, футболом. Вот. Привет тебе, если ты меня увидишь. Да вряд ли он будет смотреть наши девчачьи влоги. Не надо, я ему ссылку сейчас скину на Селену Свэй. Свэн. А что ты на меня скинула, если на тебя надо? Скину сейчас. А-а-а. Так ты потом на видос ему просто скинешься. Так что, все. Ну все тебе понравилось, да? Да, очень обходительное, культурное. Вы договорились о следующей встрече уже? Нет. Я что ли его приглашать теперь буду? Ну ладно. Ну ты пойдешь на вторую, если позовет? Посмотрим. Как пойдет, Мастя? Как карталяшь? Подожди, а как предложит? А то, может быть, знаешь, и поговорили, поговорили. А потом раз. Короче, ты не это, знаешь, не это. Я согласна с тобой, Селена Свэй, что нужно девушку добиваться и располагать к себе. Нельзя с первого раза влюбляться и в омут с головой. Ну куда? Нужно посмотреть, что к чему, как человек к тебе относится. Может быть, ты сейчас неправильно, если вот так влюбишься сразу, неправильно оцениваешь ситуацию, неправильно все видишь. Ладно. Я все это, все я научилась у Селены, между прочим. Все из плейлиста Советы МЖ, да? Да, потому что нужно подождать, выждать время. И не надо, должен любить мужчина, не девушка. Женщина должна позволять себя любить. Да, там давать, чтобы за ней ухаживали. Все-таки мы девочки слабенькие, симпатичные. Это классно, вот мне нравится, как Павел Воля как-то сказал. Он сказал, что типа, что женщина типа выбрала одного из миллиона тебя. Вот так должно быть, что ты такой крутой. Что она такая красотка, купила тебя, выбрала тебя. Радуйся уже, да? Да. Да. И все это мужчины понимают. Ну все, раздевайся, переодевайся. Ой, ну вот Кристинка же со свидания-то пришла, да все она рассказала. Ну все правильно, все правильно, да. Кристинка молодец, она вот эта, она у меня такая, что лучше быть одной, чем с кем попала. Поэтому она очень тщательно выбирает себе молодого человека. И она молодец, потому что многие девчонки бегут с головой, думают, что должна быть вторая половинка, должна быть любовь, иначе в жизни что-то не устроено. Это неправильно, это пережитки прошлого, это социум, который давит. На самом деле, вот я тоже, да что ж такое-то, дурацкий фокус. На самом деле, я считаю, что это все пережитки прошлого. У нас 21 век, и нужно идти в ногу со временем. Моя камера фокусируется, я ее просто, это она у меня как кобра какая-то. Двигаться нельзя вообще. Вот, и нужно быть расслабленным в этом. Нужно быть самодостаточным, и нужно уметь проводить время самим собой в радости и в счастье. Вот. Как только мы этому научимся, сразу захотят все с нами время проводить. Вот, видите. Ладно, мои хорошие, Кристинку дождались. Теперь я с вами прощаюсь, целую и до следующего видео. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok